Сказка Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Одному маленькому мальчику подарили в день его рождения коробку с оловянными солдатиками. Мальчик тут же открыл коробку и начал расставлять солдатиков на столе. Самый последний, 25-й солдатик, был одноногий, потому что олова на него чуть-чуть не хватило. На столе, кроме солдатиков, было много разных игрушек. Здесь стоял чудесно картонный дворец. Перед ним лежало зеркальце, которое было совсем как настоящее озеро. По озеру плавали игрушечные лебеди. Но милее всего была девушка с большой брошкой на груди, стоявшая возле дворца на одной ножке, вытянув руки в стороны. Красавица была танцовщицей. Она очень понравилась одноногому солдатику, и он решил с ней познакомиться. Ночью игрушки сами начали играть на столе, а потом устроили бал. Только солдатик и танцовщица не двигались с места. Девушка так и стояла на одной ножке, вытянув руки в стороны. А он спрятался за табакеркой и не сводил с нее глаз. Утром мальчик нашел оловянного солдатика за табакеркой и поставил его на окно. Вдруг окно распахнулось, и солдатик полетел с третьего этажа вниз головой. Через мгновение он уже был на мостовой, а ружье его застряло между булыжниками. Мальчика со служанкой выбежали на улицу, но найти его не смогли. Один раз они чуть не наступили на солдатика и все-таки не заметили его. Вскоре начался дождь. По улице бежали ручьи. Когда дождь кончился, мимо пробегали два мальчика. Они увидели оловянного солдатика. Посадили его в бумажный кораблик и пустили в канавку. Кораблик подхватило быстрым течением и понесло. Оловянный солдатик на кораблике весь дрожал, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. Кораблик занесло под высокий мост. Тут из-под моста выскочила большущая крыса. «Стой! Ты кто такой?» Зашипела она. Но оловянный солдатик молчал и крепко сжимал ружье. Кораблик мчался дальше, а страшная крыса бежала и шипела вслед. «Держите его! Держите!» За мостом канавка впадала в большой бурлящий ручей. Остановиться было уже невозможно, а плавать по таким волнам на бумажном кораблике было столь же опасно, как нам плавать в шторм по бушующему морю. Но солдатик держался малосом и даже не моргнул глазом. Тут кораблик зачерпнул в воду и стал тонуть. Но в этот самый момент из воды вынырнула огромная рыба. Она проглотила солдатика. В желудке у рыбы было темно и тесно. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и крепко сжал свое ружье. Вдруг рыба заметалась и замерла. Над солдатиком сверкнул острый нож. Стало совсем светло. Оказалось, что рыбу поймали и отнесли на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим ножом и увидела оловянного солдатика. Она отнесла его в комнату. И надо же случиться такому чуду. Он увидел тот же комнату и то же окно, из которого недавно выпал. Оловянный солдатик заметил танцовщицу и так растрогался, что из его глаз чуть было не потекли оловянные слезы. Вдруг один из мальчиков схватил солдатика и ни с того ни с сего швырнул его в печку. В печке горели дрова. И солдатик почувствовал, что он тает в огне. Но он держался стойко, сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной танцовщицей. А она смотрела на него. В эту минуту дверь в комнату распахнулась. Сквозняком подхватила бумажную танцовщицу. И она опустилась в печку рядом с солдатиком. Пламя охватило ее. Она вспыхнула и сгорела. Тут и оловянный солдатик совсем расплавился. На следующий день служанка нашла в печке маленький кусочек олова и обгорелую брошку. Вот и все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной танцовщицы. Конец сказки.